Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Как всегда в это время очаровательная Александра Хайрулина в студии. Роман Шахов тоже. Добрый вечер, друзья. Тыщ, ты тыщ! Мы рады сообщить, что сегодня концертный зал имени Василия Урьевского. Василия Урьевского. Привет. Сейчас зал в мою честь еще не называли пока. Ну, какие годы твои, хочется сказать. Подожди. Но главная эта сцена практически в твою честь была. Главная сцена, которая вы имеете в виду? Проект, которая. Ну, не то чтобы в мою честь, но было неплохо. Ну, финалист проекта главная сцена, участник проекта «Голос», музыкант, актер. Поэт. 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 Разумеется. Не, же ты не обижаешься. Безусловно. Сегодня Василий у нас с гитарой в студии находится, поэтому, конечно, мы не отпустим его, пока он не исполнит нам песни известной, может быть, что-то запремьерить захочет. Но сначала хочется поздравить Васю с премьерой. И, между прочим, в театре на Таганке. Не где бы ты там где-нибудь, непонятно, а в престижном прекрасном театре. Итак, пьеса Антона Павловича Чехова «Чайка», «Тригорин». Причем там с номером «Чайка-то». «Чайка-7-3-4-5-8». Это номер постановки «Чайки». Ну, так вот, как посчитал наш режиссер, вот он где-то высчитал, что вот это такое... Вот столько раз ставили «Чайку» в мире, вроде бы. Это очень интересно. И вот у нас очередная постановка, в которой мы не особо ставим для себя задачу удивить чем-то, но, по крайней мере... То есть классическая, да? Она, да, она скорее классическая, академическая. Раскрыть в ней самые вот какие-то тонкие и глубокие вещи, которые заложены в самом тексте, в пьесе. И вот. Мне кажется, это очень хорошо получилось, потому что прекрасный режиссер из Литвы, дайну из Козлаускаса, всю команду он с собой привез, художника, святители. Все приехали из Литвы, и там прекрасная музыка, свет такой, что... Вот я когда пришел, несколько дней выставляли свет, актеры были отпущены домой. А когда мы потом пришли, я вот увидел, вот выставили первую сцену, свет, музыку, там дымок подпустили. И я думаю, все, можно уже не играть ничего. Слушай, и партнерши-то у тебя там какие-то. Неплохие, да. Директор театра на Таганке Ирина Апексимова вышла впервые на сцену этого театра. Она там давно уже... Я не знаю, честно, где-то она играет, наверное, но в театре на Таганке она не исполняла роли. А это тоже твое первое участие в спектакле в этом театре? Это уже второе место. Это, кстати, у тебя ВИ там идет, да? Есть ВИ, да, уже на данный момент он уже... Он с октября. И вот сейчас Чайка. Друзья, Чайка, премьера уже случилась, и спектакли будут и в мае в том числе. 11 мая и 25 мая всех приглашаю. Так что обязательно надо будет сходить. Это очень хороший спектакль получился. Мне нравится. Ну, поскольку спектакли ты не поешь, я так понимаю... Нет. А здесь все-таки... Чехов не предполагал, что... Да, у нас музыкальный телерадиоканал. Можно тебя попросим начать музыкальную часть нашего эфира. А хорошо. Песня ни о чем. Еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все. С первого и до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к восьми утра в школу. Я пришел, смотрю, а че-то как-то все не по приколу. Грязные тряпки, тройка в четверти, подъем в семь утра, столовка, сменка, училки вот эти и физра, и литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем, день за днем. Я думаю, че-то школа как-то вообще ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Ни о чем. А потом был универ хороший, престижный, старый. И понеслось друг за другом семестры, сессии, пары, пары. Я там хорошо учился, я там получил даже красный диплом. Ну так-то, если подумать, и диплом ни о чем. Песня ни о чем. А потом познакомился с девочкой С хорошей семьей, хорошая фигура Машина водила ровно, готовила вкусной Сама не дура Мы хорошо даже пожили с ней два года На съемной квартире вдвоем Но однажды с утра просыпаюсь, смотрю Ни о чем И песню Ни о чем А потом устроился на работу Доход хороший, не печальный Начальник молодец А потом как-то так И я сам начальник Ну, наверное, лучше было бы стать учителем Я не знаю, или врачом Потому что вроде все есть Но все как-то ни о чем Песня Ни о чем А потом поехали мы с женой на Мальдивы Она меня замучила Говорит, поехали, поехали Там так красиво Приехали, а она опять такая О, а что у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю, блин Эти Мальдивы И вот я думаю, что когда я прямо умру Встану у рая ворот Бог выйдет, навстречу скажет Ну что? А я в ответе открою рот И буду просить у Бога Дай пожить немного, дай пожить еще немного А он посмотрит на меня вот так Скажет Нет, так не пойдет Ты Поглянись назад Что ты там сделал? Ну так По чесноку Боюсь я тебе здесь Ничем помочь не смогу Я буду говорить Как? Неужели я хуже всех? А он пожмет белым плечом Скажет Нет, ты нормальный чувак Ну как-то Ла-ла Ла-ла-ла-ла И вот я прихожу домой Падаю в кресло Совсем устал И включаю радио Хочу послушать радио Любимое радио Никакое попало Все достало Хочется чего-то приятного Три души Чего-то Не резкого А там по радио Какой-то Кураевский Таких придурков Так и будут на радио пускать Так далеко не уйдем И ладно Нам еще песня была нормальная А то и песня Ни о чем Песня ни о чем Песня ни о чем И главное, морда кирпичом Браво! Василий Урьевский Сказал бы не о чем, а ведь много о чем Программа концертный зал телерадиоканал Страна ФМ и Василий Урьевский Возьму 5 хороший клип, шикарный между прочим. Просто очень-очень-очень классный. История жизни практически, не просто песня. Вася, надо сказать, он всегда признается внутри, что я пою о том, что вижу. Ну да, что вижу, то пою. Что не знаю, не могу попробовать. Вот, например, в армии на войне не было, войне поэтому не пишу. Ну, стараюсь, да, обходить. А если вещи, которые я точно понимаю или как-то чувствую или видел и наблюдаю, это я, пожалуйста, знаю. Вася, а как началось вот это понимание, вот это вот чувство такое творческое в твоей жизни? Ой, не знаю, ну как-то давно началось. Началось сочиняться. Началось с того, что я в школе писал как бы стишки, дразнилки на своих одноклассников. В Саратове, между прочим, все дело происходило. Да, в Саратове. Много ли девчонок за тобой бегало после этого с портфелями, желая как-то выразить признательность поэту? Ну да, бывало такое, да. Недолюбили ли меня, я бы даже сказал. Подожди, музыка хорошо, с поэзией пойдет. Бывали синяки, бывали какие-то... Нет, ну бить не били, но так. Ну, скажем, списывать не давали. А как это называли? Может быть, как-то за это поэт, рифмоплет, какие-то вещи? Нет, нет. Не было никаких таких кличек или прозвищ? Итак, музыка, Вась, когда чего? Как началось? А музыка, она мне всегда нравилась. Потом я ее слушал. Как-то начал играть после того, как один мой одноклассник купил гитару, ну, как родители мы купили, он начал ходить на уроки игры на гитаре и выучил там несколько аккордов и играл «Что такое осень?» И я сидел и слушал, думаю, ничего себе, вот эта музыка. То есть я просто... Ну, когда вот передо мной была гитара, из нее лились вот эти аккорды. И я, значит, ааа, как ты так делаешь? Думаю, я все, я понял, что я хочу так же обязательно. Но это же, получается, Юрий Шевчук, твой крестный отец музыки. Потому что вполне возможно, если бы друг играл какую-то другую песню, он так бы не зацепил. А вот когда у меня появилась гитара, первая песня, которую я смог сыграть, четыре аккорда, которые я смог поменять на грифе и еще со словами, это был «Белый снег», «Серый лед». Так что весь этот репертуар такой был. Ну, в общем-то, учился ты как раз на такой классике, на серьезных песнях, и юмора в них совсем нет? Ну, юмора не было, нет, нет. Но потом юмор как-то он был в жизни, и мы потом с друзьями начали сочинять, что-то придумывать. И песенки получались какие-то веселые. И еще в жизнь ворвалась авторская песня, и причем именно тоже такая ее юмористическая часть, как там Леонид Сергеев или Иваси. Тимур Шауф, может быть. Тимур Шауф, Михаил Кочетков. И я подумал, о, это вот прям то, что мне нравится. Это я понимаю. Мне ставили визбор, и я говорю, ну, это я что-то не все понимаю. А почему же тогда театральный институт? Почему театральный факультет и актер-кукловод? Почему? Потому что я с детства думал, что я буду клоуном, но циркового училища у нас нет. Ну, думаю, ну, в театральный надо идти. И как раз, когда я закончил школу, я увидел, что набор, в Саратове есть театральное училище, факультет, это консерватория был тогда. И, ну, я подал документы и как-то поступил. Ну, я поступил на актер театра драмы и кино. Так. Да. Ну, все поступали туда. Вот там два человека всего поступили. Параллельно набирал актер театра драмы и кино курс и курс актер театра кукол. Так вот на куклы никто, в общем-то, не хотел. Все хотели же идти в драму и сниматься в кино. Конечно, в костюмах стоять на сцене. Два человека только хотели поступить на куклу, но их не взяли. Чтобы не обидно было. А потом, соответственно, из тех, кого не взяли на драму, так получилось. Да, то есть им говорили, ну, туда нет, ну, может быть, вы сюда пойдете. Они такие, ну, ладно. Вот. Но я отучился год на драме и также потом меня отчислили и я пошел. А, так все-таки это не твое решение было. Ну, как бы в такой, да, меня отчислили с драмы и я пошел на куклу. За раздолбайство? За что? Расскажи, признайся. Я, скажем так, был не самый успевающий ученик. Нет, я не был особо раздолбаемым. Я просто, не знаю, тормоз. Я как-то... Мы не тормозим, друзья. Продолжаем программу «Концертный зал» на телерадиоканале «Страна ФМ» Василий Юрьевский. Что, поем? Просим тебя еще что-нибудь исполнить, да. Ну, конечно, ладно. Сразу тогда по хитам пойдем. Да давайте, конечно. Вот такая разудалая, развеселая, самая, наверное, глубокая композиция в моем творчестве. Да-да. Называется «Штучка». Да-да. А у меня есть штучка, такая, прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. У тебя есть дома мухи, тараканы, паучки, но никогда не будет вот такой же штучки. А у меня есть штучка, такая, прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. Ты каждый месяц прячешь под подушку получку, но не накопишь никогда на такую же штучку. А у меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу Ты хочешь выглядеть умным, надеваешь очки, на все равно ты как дурак без этой штучки А у меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля, жужужу, никому не покажу Ты сразу посидишь, упадешь со стульчика, если я приду, скажу, смотри, какая штучка У меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу У меня есть штучка, такая раз такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу У всех такие деньжища, аж даже горячо, все время что-то ищут, но сами не знают, что Они все нервные очень, а мне все нипочем, и я такой, короче, а я че, а я ничего просто У меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля, жужужу, никому не покажу А вы хлопайте, не хлопайте, на собственном опыте вам открою секрет Штучка либо есть, либо ее нет Эй! Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, сегодня в концертном зале телерадиоканала Страна ФМ Василий Урьевский, артист, которому возможно все, мне кажется Любой жанр У него есть штучка У него есть штучка, у него есть талант А благодаря этой штучке возможно все И это и есть штучка, в общем-то, наверное Да, та самая, которая действительно есть далеко не у всех Вась, ну а ты верил в себя, в свой талант? Ты знал, что ты талантливый человек? С детства? Или тебе мешали это осознать? Особенно, когда тебя отчислили с первого курса Факультета актера театра и травм Скажем так, я всегда подозревал, что что-то есть И, по крайней мере, чувствовал некое стремление что-то все время делать Но я не всегда понимал, что и не всегда понимал, зачем И самое главное, что когда я все-таки что-то делал Я всегда сильно сомневался, а то ли это что вообще я хотел делать Ну то есть, и пока это происходит до сих пор То есть, я никогда не могу успокоиться, сделав что-то, написав какую-то песню Я не могу сказать, ну все Собственно, я вот это и хотел песню написать Больше ничего не надо Есть какой-то худсовет, Вася Или человек, которому ты непременно показываешь Он говорит, Вася, хорошо, но все прям ты не переживай Есть несколько таких людей, да Супруга, наверное, да, ходит? Ну, супруга была, да, она такая Хотя она не очень разбиралась в музыке, но все равно я очень прислушался к мнению А мы сегодня вычитывали в интернете Есть коллеги Зайдите, исправьте обязательно в Википедии, срочно Там написано, что у Васи Верельского жена есть, второй раз Да, это просто недавно Ну, я не... Второй раз есть жена, да Второй раз была Я в Википедии это написал? Да, они не успевают Я вообще не знаю, кто создал эту страницу в Википедии Я туда не заходил Зайди, скажи, что исправьте на актуальные новости Ну, в общем, вот так вот мы и выяснили, что ты сейчас уже не женат А, ну да, сейчас, да Коллега Миша Мой друг, человек и музыкант С которым мы учились вместе в школе Его до сих пор играем вместе, периодически Он Вот ему я показываю всегда Спрашиваю его мнение И так далее У Вас же есть команда, да? Есть группа, да Есть группа, конечно Но, к сожалению, вот к нам они все не пришли Сегодня я один, а так-то мы иногда играем Но Вместе Но Василия и всю команду, его бригаду Можно увидеть прямо в ближайшие дни Рассказывай, пожалуйста Там концерт в ближайшие 11 мая Да, 13 мая В Санкт-Петербурге Ты тоже один будешь? В Санкт-Петербурге Да, это уже будет один Три-24-ая Тоже последующая Да, это все будет один Но программа-то все равно обширнее Сколько всего ты самостоятельно исполнишь? Ой, песен много Я один могу Ну, я могу долго играть Пока, то есть уже не придут Не закроют свет Не потушат, да? Играю Там песен 20 Где-то так обычно Слушай, у тебя в альбоме 16, по-моему Нет, в альбоме 11 И когда, наконец, выйдет, если новый То там тоже будет 11 Тысячный тысяч Теперь многие поняли, к чему она все Тысячный тысяч, так называется, альбом Мы планируем сейчас выпускать новый И там тоже будет 11 Мы решили, что это дата моего рождения Пусть будет Да, такая история А называется он Ум-Ца-Ум-Ца? Ум-Ца-Ум-Ца? Нет, еще пока не понятно Кстати, Парам-Пам-Пам Есть такая песня Если она войдет в альбом То это неплохое будет название, да Уже как здорово Тысячный тысяч Парам-Пам-Пам У нас следующее музыкальное произведение Вась, как оно называется? Давайте я спою некую Такую полубардовскую песню Как раз о том Как бы такие творческое самокопание О том, что стоит делать Какие песни надо писать Или, может быть, не надо вообще И так далее Вот такая Да, это очень важно узнать Мне говорят Ты в музыке Немножко подотстал Одно и то же Бряцаешь Никак ты не устал По городу давно уже Шагает двадцать первый Не ставь АМ, пожалуйста Не трепи нам нервы Уж сколько новой музыки Играется вокруг А ты все Барды, барды Ну что ты, милый друг Биты, примочки, сэмплеры Модные звучки А у тебя из модного Ну разве что Очки Что не песня Все одно И все не модно Что не песня Все одно И все не модно А мне плевать Главное это слова До костей Пробрало Что вас В песне Главное это душа И слова И образ Сога образ Мне говорят Дружище, блин Ну кто ж так поет Мы постеснялись Петь бы так На месте Над твоем Медведь С тяжелой поступью Что танка Тяжелее Ушей твоих Не пожалел Но ты нас Пожалей Тебе дадим мы Говорят Идею свежую Тебе поделать Тебе поделать надо Сольфеджию Песню Сога надо петь А если Не дано То это Не песня Какой ты Все бы супер Но ты Не попадаешь В ноты Все бы супер Но ты Не попадаешь В ноты А мне плевать Главное это слова До костей Пробрало Что вас В песне Главное это душа И слова И образ Сога Сога Образ Я говорю В песне Главное это слова И слова И образ Как бы Образ Леонид Сергеев И Виктор Третьяков Сейчас слушают Страну ФМ Или смотрят Страну и аплодируют 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 Безусловно Мы аплодируем Василий Урьевский Сегодня у нас в гостях Слушаем Между прочим Мы с вами друзья Сейчас я даже скажу Странные Прекрасные Красивые Ужасные Смешные Дурацкие Глупые Сумасшедшие Гениальные Хорошие Плохие Скучные Непонятные Веселые Прикольные Длинные Короткие Простые Газированные Новые Старые Неповторимые Песни Как сам Называется Песня Наш губ Песни Про жизнь Может быть Что-то Здесь не сказано Еще Газированные Главное Сказанные Газированные Вася А что такое Моноспектакль Василия Урьевского Моноспектакль Моноспектакль На четверых Это Это Я скучал По театру Долгое время Я работал В Саратове В театре Кукол Теремок Пять лет Между прочим Немного Ну пять лет Если округлить Потом я уволился И долгое время Занимался там Не знаю Свадьбами Корпоративами Потом Песни пел Ну нет Свои песни я там не пел Я там другое дело Дела делал Дела Ну так Нет Со своими песнями На свадьбах я не выступал Потому что На свадьбах нужны В основном Известные песни Конечно Я люблю тебя Да В общем Потом начал петь Свои песни Но не на свадьбах Уже начал там Концерты какие-то Давать ездить на фестивали Ну вот А по театральной сцене Скучал Как бы Мне ее как-то Прям не хватало И я подумал Что вот было бы здорово Сделать моноспектакль Просто на концертах Часто Я когда выступал один Мне говорили Слушай Ну у тебя прям не концерт А прям целый спектакль Прям Да Действительно И я такой думаю Хм А что это Если песни объединить Все-таки Вот как-то Вот какой-то концепции Чтобы прямо Театрализовать Ну как бы Театрализовать концерт Так это ты отец Основатель В этого стиля Направления Моноспектакль Вот это такое У меня музыкальный стендап Вообще практически Получается Да Ну это И это театральный концерт Это слишком театрально Для концерта И слишком музыкально Для театра Поэтому это не то не все Такое Но моноспектакль От того что я там один На сцене Хотя Мы опять же Не обошлись без музыкантов И Называем моноспектакль На четверых Я как бы все время Один на сцене Разговариваю Пою А ребята как бы Просто играют Как будто бы их нет Вот Но мы это тоже обыгрываем Есть Я его назвал Моя жизнь в искусстве Очень скромно Я рассказываю В этом спектакле Как мы выяснили Говорят что я Что вижу то пою Чего не вижу Чего не знаю Того не пою Поэтому в этом спектакле Я говорю о том О чем знаю больше всего На свете О себе Вот Это очень скромно А почему же ты ушел Из театра Из театра я ушел Потому что Наверное он перестал Вмещать мои творческие амбиции Но тем более Тебя это вообще не видно было Да Или все таки там Такая в тени голова Как-то глазит Были разные спектакли Где-то было не видно Где-то было видно Но ты уже чувствовал Что тебя мало Нет было хорошо Но в какой-то момент Я вдруг подумал Что хочу чего-то другого А кто у тебя будет он У меня были разные куклы Кто прям вот Знаешь Тюлень Петрушка Петрушка мой любимый Грибы Грибы разговаривали Как они сейчас поют А тогда только разговаривали Саша Грибы у меня были Станиславский и Немирович Дальше Два гриба Которые обсуждали спектакль Не было ли третьего Михаил Чехов Не приходил ли к ним Нет А просто я Обоих Обоих Да Обоих грибов Играл я Но это было заширно Было не видно Параллельно Да И потом Мы пришли Родственники И брат не угадал Он говорит Ты играешь одного из грибов По-моему Одного Ты можешь как-то Немножко показать Как грибы разговаривают Что они там Общадали Как это было Они значит Выходил один Добрый вечер Здравствуйте Ну расскажите И как вам Первый акт этого спектакля Понравилось Мне все понравилось Но только я Ничего не понял Такой немножко Лукашенко Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым А у нас сегодня Василий Вреевский В гостях И только что Грибы Грибов нам показал Наш гость Как разговаривают Грибы Как разговаривают Грибы Да Вась Еще один вопрос Про театр Ну теперь Тетр Горин Чайка Театр на Таганке И не только Чайка И Ви И еще наверняка Казак Демон И так же Сольные твои истории Концерты Выступления Поперло Короче Теперь-то Твоей энергии Есть куда выплеснуться? Есть Не тесно уже? Несомненно Есть куда Да Нет Не тесно Единственное Что хочу больше концертов И вот сейчас Мы опять Я наконец начал По весне Там побольше Кататься по городам Хочется больше играть Больше И хотя я Там ну Устаю Там хочу спать Ну это абсолютно Да неужели Не может быть Тебе не скажешь Это Ну это такая ерунда Еще бы поэтические вечера Ну если хочет человек петь Давай попросим его сейчас Тем более мы тоже хотим О поэзии поговорим Но сначала песня Хорошо Песня Я спою песню Которую раз уж я упомянул Моноспектакль С названием Моя жизнь в искусстве Есть песня Одноименная Которую Когда делался спектакль Примерно тогда Я ее и написал Она в общем-то Пересказывает Все о чем говорится В спектакле Как удобно Я не смотрел Вся моя автобиография Самое правдивое Автобиографичное Хип-хоп полотно Детский сад Детский сад Мы жуем кашу и сопли Воспитатель задает вопрос Заглушая вопли Дети, когда вырастетесь Кто будете? Кто вы? Учитель, строитель, врач А я буду кловун Это я Дерзкий, смелый, азартный С малых лет я мыслил Не очень стандартно Я бегал, мутузил всех Резиновым молотком У меня каждый день был Что не день, то ситком Мне говорили Вася, так вести себя не годится А я снимал трусы И демонстрировал ягодицы Я нарушал правила Не соблюдал нормы Безобразник Балбес Оторва Но в утреннике Меня использовали всегда Я был гномиком Петрушкой Зайчиком Да, да Публика меня с восторгом Встречала Вот так и брала начало Моя жизнь Такую натуру Не так ли Я играл во всех школьных спектаклях И не было мучений физических Или моральных Я точно знал, что меня ждет Театральный Поступил без особых напрягов Но мне там быстро объяснили, что Я старался, мотал на ус Вострил уши Потому что если уж и быть говном То лучшим Нас там было много Мы старались дружно Потому что ведь эта профессия Нам очень нужна Но так до конца Все правильно И не взвесили А нужны ли мы профессии? Жизнь В искусстве Моя жизнь А уже когда был средний А это был второй куплен Хорошо, тогда третий Я сам себе раньше поверил бы Вряд ли Но факт Я работаю в детском театре Ботинки, парик, грим Нос, фрак Я клоун Мечты сбываются вот так И по новой Петрушка, гномик, зайчик Айболит, крокодил Дежавю Это я уже проходил Почти все репетиции Заканчиваются ором Ааа Это я спорю с режиссером Вижу его, мои советы не интересуют Слышу его советы Куда мне мои засунуть Намеки, что умней не стал Чем в школьном классе был И прямым текстом Что актеришка То я так себе На что я отвечаю Извините, мол Я кладу на ваш стол Заявление и болт Так мой ориентир Был быстро поменен И я ставил за спиной Храм Мельпоменен Жизнь В искусстве О-о Моя жизнь А у безработного актера Какие перспективы Свадьбы, юбилеи, корпоративы Что ж, дорогие друзья Наш танцпол грустит без вас Что ж, друзья Это прибыльный бизнес Нет Я не хотел играть Гамлета Поднимем бокалы, друзья Надеюсь, у всех налито Нет, что вы Я не хотел в этом кино сниматься Куда веселее в коридоре Невесту мацать Вот он мой багаж Мой творческий потенциал Супел, выпил, покурил, потанцевал Расставляя в чудном порядке слова Я иду туда, куда меня ведет моя кривая Запивая промежутки между нотами и словами Я прямо сейчас, прямо здесь перед вами Стою с гитарой и микрофоном И где-то летит фоном Моя жизнь В искусстве Моя жизнь Смотрите все Моя жизнь в искусстве Моя жизнь Висит на волоске Висит, висит Моя жизнь Смотрите все Моя жизнь в искусстве Моя жизнь Висит на волоске Моя жизнь И с ней. Василий Урьевский. Надо срочно дописывать эту песню. Продолжать? Конечно. Именно продолжать. Ну, там же есть уже... Ну, вообще есть. Ну, пока рановато еще. Там только на один куплетик. Мне кажется, это, знаешь, современный вариант бременского музыканта. Я даже так прониклась. Даже слеза прошла. Вася. Блин, слезы. У меня есть другая песня сейчас. Да? Ты приготовил? На последок. Да, я бы тоже хотел попросить вот эту песню. Там я буду молиться. Вот эта вот песня. А, вот я вообще другую мелодию дам. Да, но и эту. Ну, можно ее очень красиво. Давай не будем вмешиваться все-таки в планы. Да? Вася, да. Программа за это будет потом. Хорошо. Хорошо. Тогда давайте о поэзии. Вася, мы смотрим твой инстаграм, где очень появляются интересные стихотворения. Жизненные. Да, то на кровати. То не только. Значит, Вася жарит яичницу, то в дороге Вася по колдобинам едет. Как это началось вообще? И будет ли это как-то систематизировано и показано где-нибудь на сценах? Расскажи. Вот в плане, чтобы потом собрать эти стишки и там, не дай бог, еще книгу и нехождать. Вообще запоминаешь ли ты их потом? Ну, вообще нет. Поэтому она записывает в инстаграм. И они сохраняются там. Если надо будет, мы их откроем и перепишем на бумажку. Я иногда записываю их в телефон, когда сочиняю, если на ходу где-то в метро, записываю, чтобы не забыть. Но потом, когда я их уже записываю на видео, выходит инстаграм, но я его стираю и все. Вот. Но как это началось? Ну, началось все очень прозаично. Мы просто сидели и думали, надо как-то инстаграм раскручивать. Ну, как-то. А то как-то вообще ни о чем. Надо как-то контент какой-то, знаешь, чтобы что-то было поинтереснее, чтобы как-то происходило что-то. Вот. И, честно говоря, меня поначалу очень пугало. Я не думаю, что будет получаться. И сейчас, на самом деле, бывают дни, когда я думаю, так, день идет, надо выложить. Хотя уже я не каждый день выкладываю. Задумка была, чтобы каждый день, но не всегда. Иногда просто некогда. Иногда реально я не знаю, что. И главное, что можно было высосать из пальца. Я вроде бы уже высосал. То есть не знаю, как пойдет дальше. Стихи ни о чем. Ну, то есть самое главное, в чему я рад, само собой, получилось это название. Все это из серии «Сходил». И что я куда-то все время иду. Я просто изначально начинал, начинались эти стишки с того, что я куда-то шел и делал небольшой как бы отчет. Сходил на спектакль, сходил на концерт, сходил на выставку. А потом, когда я уже никуда не иду, но я подумал, что это забавно, что я все время куда-то иду. И у меня получилось, сходил в магазин, сходил на кухню. И, ну, как-то сочиняется пока, в общем, весело. Ну, мы надеемся, что это как-то ты покажешь и на большой сцене. Быть может, это будут длинные произведения. Что-нибудь, как у Леонида Филатова, почему нет? Поэмы какие-нибудь? Чего-то такого большого, стихотворного нету, да, пока. Пока, может быть, нету. Я помню, что, опять же, когда я выучился в школе, я что-то начал писать какую-то сказку. Опять же, я укосил под Филатова, да. Я его послушал, и как-то меня так впечатлило, я начал писать вот, ну, такое прям, под копирку, что-то такое. Ну, и не закончил, естественно. Потому что, кроме того, что хочу так же, других идей не было. Про что я писал, я не помню. Скажи, пожалуйста, кто первым когда-то тебя назвал Фрик Бардом? Это я сам себя так назвал. Ты сам себя назвал? Да. И благополучно говоришь, что некоторые меня называют Фрик Бардом. Ну, на самом деле, уже давно не называют, и я уже так себя не называю, вот как-то все ушли. Та пора прошла твоя, да? Ну, когда. Это просто было то, что я выступал на часто, ну, и сейчас тоже частенько выступаю на фестивалях авторской песни, где много Бардов. Но ты явно отличаешься о них. Ну, когда спрашивают, а что ты делаешь? Я говорю, ну, вот я Бард. Но, с другой стороны, все равно, да, это отличается. У всех же есть какое-то представление о Барде. И свитера у тебя, наверное, не было. Свитер Барда, нет, у меня есть. Я даже выступал со свитером и с бородой, и в очках, и с бритами в исками, но, с другой стороны, такой был, вообще, хипстер Бард. Вот. Ну, я придумал тогда определение, думаю, ну, как бы, Фрик, потому что такой, ну, ну, шут такой. Как бы, что я вроде как Бард, ну, очень веселый. Но, ну, такое. Ну, в общем, сейчас уже, я говорю, что я просто занимаюсь авторской песней. И не только, ты же еще и занимаешься одеждой дизайнерской. Да нет, да ладно, нет. Это мерч. Это не я. А, ну, это не с... А, ну, вот это. Это мерч. Потому что я подумал, у меня есть... Нет, у меня... Слушай, я дизайнер, это уж не... Нет, у меня есть... Ну, почему нет, может быть? Через какое-то время. Показывай, да. Вот, кстати, я, собственно, сам в этом и хожу, чтобы как-то... Конечно. Знаете, я выступал, вот недавно был тур, мы привозим вот эти бейсболочки. Я говорю, вот есть бейсболки, вы можете приобрести там с картинкой. И так, ну, что-то одну купили. Следующий концерт, я сам решил в ней сыграть. Оп, пять штучек купили. Вот здесь просто... Вот, пожалуйста, для тех, кто нас не сможет, не может смотреть, это сразу для аллей, да? Отпечаток ладони. Да. Когда у тебя будет своя звезда на музыкальной аллее, это, причем, твоя рука, да? Да, 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 я пачкаю руку, ну, это краска специальная, и, да, вот, отпечаток руки. А, так это на каждую футболку делается? Да, это вот, как мы называем, это хендмейт в буквальном смысле. А для девочек, когда ты делаешь футболку, девочка в футболке стоит? Я чуть-чуть смещаю вот сюда. Две делаешь. Да нет, ну, нет, для девочек такие же футболки, ну, размер просто женский и чуть-чуть другой цвет. А так... То есть на девочек серая футболка и белая рука. А вот мальчиков вот так вот. Футболки, кепки, что еще? Все пока. Мы что-то подумывали о, знаете, о слюнявчиков для детей. Какая прежде, да. И белье можно, ну, там тоже можно же вот как-то, нет? Да, можно. Надо подумать. Нам петь надо, пора. Да, давайте послушаем петь. Давайте споем лирическую. А развеселую какую-нибудь еще попозже? У нас есть время еще, да? Есть еще. Я хоть суббота, хоть вторник люблю сидеть на балконе локтями на подоконник и весь мир на ладони и все до мелочи помню, пока меня не прогонит Весь мир на ладони Весь мир на ладони Автостоянка, стройка, гаражи, старый пруд Очень много каких-то дач Их все время жгут Лужа, которая не сохнет целый год И вокруг слой грязи И кусты, деревья, кусты Это я все излазил А там за этим, я знаю, есть поле ровное Я видел его в бинокль Оно огромное А что за этим полем? Надо туда сходить Или сгонять на велике Главное, чтобы не узнали родители А там за этим полем лежит Просто-напросто мир весь Я планирую все увидеть И обязательно вырваюсь Только надо хорошо себя вести И я буду Я сделаю уроки Я вынесу мусор Я помою посуду А потом туда, где ждут горы, реки, ели Я к ним обязательно приду С бутербродами в своем портфеле Днем буду смотреть на облака А ночью на космос И я не потеряюсь У меня есть папин компас Если бы ты встретил Того паренька Смог бы смотреть В его глаза Если бы он увидел Занесла река Куда тебя? Что бы он сказал? Можно было бы, конечно, позвать с собой старшего брата Но я не думаю, что он пойдет Вряд ли Он все время торчит там в этом своем институте Говорит, скучно Но деваться некуда от этой жути А вот я не собираюсь делать то, чего мне не хочется Я всегда буду делать только то, что хочется Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою И если что-то пойдет не так Я что-то придумаю Во взрослой жизни говорят много сложностей Ну и пусть Я очень терпеливый Я своего добьюсь Я обязательно увижу океан Пирамиды Колизей У меня будет дом А в доме будет полно друзей Мама, папа, брат Все будут жить со мной Я знаю Ничего с нами такого Не случится Но на всякий случай Я выучу каратэ Чтобы защищать их И даже самые страшные хулиганы Станут молить о пощаде Если бы ты встретил того паренька Смог бы смотреть в его глаза Если бы он увидел Занесла река Куда тебя? Что бы он сказал? А вокруг дома будут деревья, цветы Ну, типа сада Но никакого огорода Ничего сажать, копать не надо Цветы будут самые лучшие По-любе Я каждый день буду их собирать Их дарить Даше Из пятого Б Она будет такая красивая Прическа, бусы, платье там Она пока об этом не знает Ей пока рано знать это Но я уже все решил Она станет моей женой Почему, она спросит Ведь есть и другие Есть же, но я вижу четко По сравнению с Дашей Все остальные девчонки Просто дуры крашеные Я и во сне-то вижу только ее Дашу Она умная, добрая Она дает мне списывать домашку Бабуля говорит Все сойдет, как вода с гуси Нет, бабуся Я женюсь и не разведусь Мне других не надо Будь их пять или девяносто Я люблю Дашу Это же просто Если бы ты встретил того паренька Смог бы смотреть в его глаза Если бы он увидел Занесла река Куда тебя Что бы он сказал Я хоть суббота, хоть вторник Люблю сидеть на балконе Локтями на подоконник И весь мир на ладони Все до мелочи Помню, пока меня не прогонят Весь мир на ладони Весь мир на ладони Автостоянка, стройка, гаражи Старый пруд Весь мир на ладони Надо только хорошо себя вести Весь мир на ладони Весь мир на ладони И вот сейчас уже поаплодировал Сидиоприемника Олег Митяев Браво! Василий Урьевский Браво, Вась, спасибо Очень красивая песня, правда Спасибо Ты поешь, во-первых, тебе глаз невозможно оторвать Это вот абсолютно искренне говорю И, конечно, не отвернуться Не отвлечься, что называется Сказали недавно Я сначала думал обидеться А потом дослушал до конца Говорит, купил диск после концерта Ну, был на концерт, все понравилось Купил диск, слушаю Песню Вроде все нормально Текст хороший Музыка, интересная мелодия А что-то не хватает И тут я понял Не хватает, чтобы видеть Не хватает Василия Ревского, чтобы он пел Стоял Нет, ну, конечно же Концерты, они отличаются Всегда Кто бы не выступал, разумеется Ну, это всегда так Вась, а вот твое первое появление На бардовских фестивалях Скажи, оно воспринималось нормально? Там, постоянными участниками Или поклонниками? Ты же посол нового времени Нового видения авторской песни Ну, нет, было тяжело Я сейчас потихоньку уже... Кроссовки Не, не покрывали Просто мне, скажем так Было сложно Выбить себе место И время на сцене То есть я приехал Извините, извините У нас потничком И теперь-то я готов Но, как бы, на сцену выйти Да, он говорит У нас нет места Как бы у нас все расписано Как же ты туда взобрался? Ну, я дождался до тех пор Пока одну из сцен Не стали ставить мои друзья Вот, они были хозяева сцены И это была единственная сцена Где я выступал Они мне давали Правда, тоже не особо много времени Потому что все равно Там артистов много Вот Но как только Один год На следующий год И поняли, что просто Собирается толпа Когда я начинаю выступать И я ухожу со сцены И толпа уходит Да, то есть тебе нужна Отдельная своя сцена Ну, то есть один год Даже пошутили Они эту сцену назвали Моим именем Я говорю, что концертный зал Не называли А сцену называли однажды Да Вот, но это такая Шутка была Вот, но потом И когда просто Все ходили И все спрашивали А когда на какой сцене еще И начали у сцен спрашивать И тут Хозяева других сцен Уже были Как бы поставлены Ну что, ну что ж Опускают хорошего артиста Ну да Ну и так потихоньку Я стал вылезать И на другие сцены И вот И дальше и больше А как же ты вылез На театральную сцену Московскую На таганку Меня просто Тоже позвали Вообще Просто Опять же Я говорю Все через друзей И через знакомство Но Но как бы В хорошем смысле То есть я Это такая огромная Цепочка Всяких событий И людей Для того, чтобы Это произошло Я не приходил Ни в один театр Ни в таганку Ни в какой театр Не приходил Не пробовался Чтобы меня взяли Как бы Потому что Честно говоря Не то что я там Не был Я просто Ну не был уверен Что меня куда-либо Возьмут Главная сцена Тебя раскрыла Как прекрасного Артиста И театрального И в том числе Понимаешь Там было хорошо У меня доработал Один мой друг Актер В театре На таганке И они ставили спектакль Ви Он музыкальный И когда зашел разговор О том, что нужен Там был им актер Один на замену В дубль Вот Он сказал директору А вот может быть Вот такого Уриевского позвать А директор Рене Апексимова К тому моменту Уже знала Про мое существование Потому что Мы к ней приходили Я играл В доме Высоцкого Моноспектакль свой И она нам Дала возможность Мы выступали летом В саду Эрмитаж На театральном фестивале То есть она знала Что я есть В общем так И она говорит Давайте попробуем И меня позвали в спектакль Я на контракте Работал только в одном спектакле Ви Потом они меня посмотрели Говорят А не хочешь ли вот еще Попробовать чайку Например Хочу Я такой Ну что ж Я подумаю Ну пусть эта счастливая цепочка Вот знакомств И каких-то случайностей Происходит дальше В твоей жизни Дальше больше Пусть будет А у вас Пусть будет больше песен Товарищ Следующее произведение Еще Хорошо Старенькое Веселенькое Я больше не буду Называется У меня есть А, ой, извините Это штучка Да, да Я путаю иногда На концертах Эти песни Коми в манной каше Я достаточно поел И какао с пенкой Выпил от души Извиняйте, братцы Теперь я не удел Запомни, воспитатель А лучше запиши Я больше не буду Я больше не хочу Все Я больше не буду Я улетаю Я лечу Знает первоклассник даже Школа это лажа Кому она нравится Пусть удавится Не учил домашку А ходил к Наташке Ложили все подушкина И читали Пушкина Что за школа без прикола Градусника Диме Дрола Ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница Суббота Что это такое? Это не учеба, а работа Эй, учителя Ай, да-на-пару слов Я сейчас скажу за всех Выпускников Факов Я больше не буду, я больше не могу, всё Я больше не буду, я улетаю, я лечу Танцы! Танцы! Я больше не буду, я улетаю, я лечу Я улетаю, я улетаю, я улетаю Я улетел вообще Дом, жена, работа, дети, тёща, тесть Денег и времени нету, геморрой есть Квартира в ипотеку, жигули в кредит Спасибо тебе за это, но, господи, я сыт Сыну третий год отдали в детский сад Дорого, пипец как, а он чё-то не рад А там и каша с комочками И какао с пенкой, и своя кроватка И соседка Ленка, в тихий час спи Моя радость уснит, боже, как я хочу с ним Но не нужен ему ни Дед Мороз, ни Айболит Он приходит домой и говорит Я больше не буду Я больше не хочу Папа, я больше не буду Я улетаю, папа, я лечу Я больше не буду Я больше не могу Всё Я больше не буду Я улетаю, я лечу Это какой-то кошмар настоящий Сын такой же, как и я, летящий Я улетаю, я лечу Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, театр песни Василия Уреевского Сегодня в концертном зале телерадиоканала «Страна.ФМ» Великолепно Продолжаем, да, любоваться, восхищаться Васе, честно, искренне, абсолютно, признаемся Василий, скажи, пожалуйста Владимир Семенович Высоцкий Какой ты роль сыграл в твоём творчестве? В своей жизни сыграл У меня даже есть цикл песен Называется «Укусил меня Высоцкий» Так я его называю Он начал играть роль давно С самого начала моей жизни практически давно Потому что мои родители Как, не знаю, практически вся страна Были фанатами И у них вот эти бобины Вот эти, которые они где-то у кого-то переписывали Катушечный магнитофон был На котором половина из этих Вот стопки этих бобин Половина из них Это были концерты Высоцкого какие-то И это постоянно Я не понимал ничего Но вот это Всё время в квартире было Вот То есть я как бы С молоком матери впитал вот этот голос Вот Потом Потом меня немножко отпустило То есть я просто знал, что он есть И не углублялся в творчество Я не изучал Узнал то, что все песни, которые знают Все, как бы такие общие И не так давно Года четыре назад Я вдруг Думаю, дай-ка я всё-таки Переслушаю Как бы углублюсь-ка я в творчество Всё-таки Да, я скачал, значит, МП-3 Все песни Все альбомы Вот И как я утонул в этом океане В общем, там С самого начала всех песен По-моему, я до конца так и не дослушал до сих пор Некоторые последние Что-то для себя Пересмотрел концерты Документальные фильмы Там разные И так далее Ты что-то Смог перенять для себя? Взять что-то для себя полезное? Ох, ну Я не знаю Мне кажется, смог Потому что вот это вот актёрство Да это же было до ещё Могу спеть одну песню Которая вот Она была написана В период вот этого увлечения И как раз Так и появился цикл Укусил меня Высоцкий Давай Потому что я Слушал эти песни И нас тоже укусит Этой песней И у меня, значит, Всё время был такой А тогда ещё было событие Такое у нас в стране Ну, вы сейчас поймёте О чём просто Самую малость песни потеряла актуальность Потому что это уже произошло Но Кто знает Вдруг произойдёт ещё раз Песня про хорошего артиста Думал, так не бывает Как без рельсов трамваев Но этот факт убивает Миллионы сердец При такой нежной ноте На таком поворотте Это как поворотти Это полный певец Мы поём ему гимны Он у нас позитивный Он же растеприимный Этот наш президент Это ж надо Как быстро Иностранным артистам Просто дарит Простите Непростой документ А тут был случай со мною Я ждал посылку с едою И за мной предстраною Косяков вроде нет Но как будто нарочно Я полгода жил на почте И это при том, что я на родине А тут прикиньте Французу Прям открыли все лузы Нет, бы шёл бы он юзом А ревуар бы Адьё Нет, тут своих прижимают Нет, прописки рухают А паспорта получает Всякое депардио Да хороший актёр он Я же с этим не спорю Попадёт он в историю Копить дать Попадёт И мы подавшись и чарам Давай всё дарить будем даром И делиться с Шераром Всем, чё бог не пошлёт Может, скинемся дружно На квартиру ему нужно Всё с нуля же Ему же Начинать надо тут Не отбился батрук Он вот тут у нас Театр кукол Там с актёрами туго Его, пожалуй, возьмут Да на первых парах-то Он водить мог бы трактор Он вообще, как наш, так-то И насаст, и плечист Я вот чё думаю, братцы А через эти все танцы А меня возьмут во Францию? Я же тоже Артист Ну, мы ждём посвящение Стива Сегова Здесь, правда, укусил высотки Слышно и видно, между прочим, да Вась, а как-то ты отдыхаешь от музыки? Как-то набираешься Вот вдохновения, энергетики Заставляешь ли себя Откладывать гитару? Ну, как бы отдыхаю Иногда я, ну, просто иногда Её не беру в руки Это не специально Такие усилия нужно делать Чтобы нет, я не буду брать гитару Нет Такого Ну, я просто как-то Как бы я её беру И редко беру, когда очень надо Тоже редко беру То есть я просто хочу беру Не хочу, не беру Вот так Иногда бывают периоды, когда Да, как-то Что тебя увлекает, кроме музыки Кроме театра Ещё-то есть какие-то Какие-нибудь Поездки Куда-нибудь Путешествия Общение с друзьями Кино Извините, что я Вмешиваюсь в вашу беседу Дело в том, что У нас осталось до финала часа Прям очень мало времени Пять минут И нам надо решить Будем мы ещё петь Нам бы хотелось Или нет Мы можем спеть А потом вот говорить Говорить до тех пор Пока Начало часа Я могу спеть коротенькую песню У нас всего пять минут Давайте Она будет длится минуты три Отлично То есть я пою, а потом говорим А потом мы, да Давайте Песня, которую я пою В финале концерта Обычно называется Я пришёл на эту землю Чтобы делать хорошо Ещё одна песня Со скромным названием Да У меня есть какая-то отметина Но что это Мама не ответила Ай-лю-ли Е Ай-лю-ли И в консерватории Собиного Я был какой-то особенный Ай-лю-ли Е Ай-лю-ли Теперь иду Осторожненько Верной своей дороженькой Ай-лю-ли Е Ай-лю-ли У меня есть Какая-то миссия И я уже не боюсь её Я пришёл на эту землю Чтобы делать хорошо Я пришёл на эту землю Чтобы делать хорошо Ай-лю-ли Е Ай-лю-ли Много есть разных тем же Где люди занимаются тем же Ай-лю-ли Е Ай-лю-ли Но не такой, не такой я У меня своя история Ай-лю-ли Е Ай-лю-ли В мире много насилия Просто мир пока не знает Василия Ай-лю-ли Е Ай-лю-ли Я верю, всё это лечится Я спасу человечество Я пришёл на эту землю Чтобы делать хорошо Я пришёл на эту землю Чтобы делать хорошо Знаю разных я ребят Дело делают, дело не любя В торопях и нервы теребя А я купил себе гитару Надо начинать с себя Я пришёл на эту землю Чтобы делать хорошо Оп-ля, хорошо Вот и всё Я пошёл На эту землю Чтобы делать всем ништяк Оп-ля И ништяк Вот и всё Как-то так Эй На эту землю Чтобы делать хорошо Оп-ля, хорошо Вот и всё Я пошёл Пока ещё он не ушёл, друзья Василий Юрьевский Спасибо огромное тебе Огромнейшее спасибо Мы ждём появления твоего нового альбома Работа с которым сейчас ведётся Во-первых, что? Мы отправляемся Когда, примерно? 11 мая В Таганку На чайку И 13 мая В клуб Гластенберри Пап На сольный концерт Точно, на сольный концерт Или в Тверь 24-го едем А потом в Санкт-Петербург И в Санкт-Петербург И в Санкт-Петербург В Санкт-Петербург Не помню, пятого Добавляйтесь, в общем, друзья В соцсетях В друзья В Инстаграм В Фейсбук Инстаграм В 27-го Питер 27-го, да Отлично Подумаешь ли ты принять участие Еще в каком-нибудь шоу Телевизионном Я недавно прошел В конкурс Главный Новые волны И теперь я буду участвовать В новой волне Это не совсем телевизионное шоу Но его будут показывать По телеку Да Новая волна Сочи Сентябрь Так ты будешь участником Вася Боже, как неожиданно Как интересно Что касается предложений От режиссеров кино Буквально сегодня Был на кастинге Но мы вам позвоним Сказали они Позвоню Позвоните Какие еще у тебя есть От сферы культуры Куда бы ты хотел Может ты картины пишешь Нет, с живописью К сожалению, не дружу вообще Ну, то есть Не понимаю и не могу Нет, не знаю Во сне за горами лета Ты любишь путешествовать Куда хотел бы Где был Что так впечатлилось Что Я планирую Планирую, что говоря В прошлом году Я впервые побывал В Соединенных Штатах И поскольку виза Пока открыта Я планирую еще туда Смотаться этим летом А будут ли оттуда Твои стихотворные Видеопослания? Теперь уж, конечно, будут Они и в прошлом году Были там парочка Но да А что ты там делаешь? Ты просто гуляешь Ходишь Общаешься с друзьями В прошлый раз Я в прошлом году Ездил на фестиваль В этот раз Я хочу именно просто гулять Ну, если там Я встречу друзей Мы пойдем к ним Сядем домой И у них будет гитара Не гастроли Не фестивали Я иду просто вот так Для себя Тусить Что пожелаешь людям Нашим слушателям Зрителям Своим поклонникам Которые уже теперь есть Ну, я как всегда Могу пожелать Любви Здоровья И больше денег Спасибо Василию Риевске Концертный зал Телерадиоканал Вася, аплодируем Спасибо Удачи тебе Всегда Это было роскошно Ждем тебя еще До новых встреч До новых встреч Концертный зал